Привет, друзья! В этом видео будем собирать уже второго настольного боевого бота. В прошлом видео мы собрали бота класса Flipper, он же опрокидыватель. Настоятельно рекомендую его посмотреть, если еще не видели. В этом проекте по большей части используются аналогичные комплектующие, так что я не буду на них подробно останавливаться. Для сборки опрокидывателя я использовал готовый проект, а для второго бота с барабаном набросал свой собственный, чтобы быть уверенным, что вся начинка в него поместится. В корпусе пришлось вырезать множество окон для облегчения конструкции, чтобы вписаться в максимальный для этой категории 150 грамм. Здесь я буду использовать аппаратуру FlySky и ее стандартный приемник. Барабан будет приводиться в движение вот таким бесколлекторным двигателем от квадрокоптера. Ссылка на страницу проекта со ссылками на все комплектующие, как и всегда, есть в описании. Первым делом избавляемся от тумблеров питания на регуляторах и впаиваем перемычки. Также укорачиваем сигнальные провода до приемника и провода питания движков. Я использую двигатель со стандартной левой резьбой. Таким образом, при вращении барабана и ударах гайка будет затягиваться. Если использовать двигатель с правой резьбой, то модель корпуса нужно будет отзеркалить перепечатью, чтобы двигатель прикручивался с другой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колеса точно такие же, как у опрокидывателя. Печатные диски обклеены ремнем GT2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соединяем вместе провода питания и подпаиваем разъем для аккумулятора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключаем все регуляторы к приемнику. Колеса ко второму и к третьему каналу, а барабан к пятому или шестому. Они по умолчанию настроены на удобные крутилки на аппаратуре управления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утрамбовываем провода и закрываем крышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тестим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Двигатель барабана настолько тяжелый, что центр тяжести сильно смещен вперед и влево. Потому правое колесо почти не касается поверхности. Так что я решил напечатать новый корпус. Перенес колеса ближе к центру, а сзади убрал все окна облегчения. И туда же перенес приемник с аккумулятором. Вот теперь появилось хоть какое-то управление. Правда, только с отключенным барабаном. Как я не старался, но собирая бота из подручных деталей, не смог влезть в максимальный для этой категории вес – 150 грамм. Бот получился тяжелее грамм на 30 или 40. Двигатель барабана, как и сам барабан, слишком большие и тяжелые. Нужен движок поменьше. Также желательно заменить стандартный приемник на миниатюрную версию. Найти другие регуляторы поменьше и полегче. Настолько мощные здесь все равно не требуются. Еще можно использовать аккумулятор меньшей емкости. Все это должно помочь собрать бота, вес которого не будет превышать максимальный. Ладно, давайте же посмотрим, на что эта штука способна. В синем квадрате новенький бот с вертикальным барабаном. В красном квадрате – опрокидыватель из предыдущего видео. Фарук на мое письмо так и не ответил, так что придется начинать без него. Я не буду вас утомлять и показывать все бои целиком, потому что мы новички в этом деле и смотреть на это не особо-то интересно. Но покажу нарезку из наиболее интересных моментов. Также я должен сказать, что бои подобных роботов с вращающимся оружием должны проходить в закрытой арене из какого-нибудь поликарбоната. У меня такой арены нет, потому мы стояли далеко от стола и использовали защитные маски, чтобы ничего не прилетело в лицо. Пожалуйста, не пытайтесь повторить это у себя дома. Соблюдайте технику безопасности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надо сказать, что управлять этими штуками гораздо интереснее, чем смотреть на это, особенно на экране, а не вживую. Шагающий бот, который выступал в роли судьи, отхватил неплохих люлей. Сдохло 4 из 12 серв. Наверное, потому шагающие боты и не используются в качестве боевых. Ну, по крайней мере, пока. Барабанный двигатель немного потрепало. Других повреждений нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь оторвало только подъемный клин. Все остальное на месте, даже колеса не пострадали. И на этом сегодня закончим. Лично мне собирать таких ботов очень понравилось. Позже я обязательно соберу еще несколько, вероятно, уже в других, более тяжелых весовых категориях. Не забудьте поставить этому видосу лайк и зацените другие видео на канале. Также подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе текущих проектов. Всем удачи и пока!